АИЗА ПЕТРОВНА РЕШЕТНИКОВА Здравствуйте. Сегодня наша лекция называется «Сюжетные мотивы Алан-Ко» в этнографическом контексте. Каждый из нас в своей жизни хоть раз дозадумывался, с чего начиналась песня, со слов или с мелодии. Как вы знаете, наши предки жили на огромной территории, которые обособлены в уютных холассах. И вот они упорно строили многокилометровые деревянные изгороди, кюре. Вот об этом периоде огораживания в Англии мы читали в наших учебниках. А вот точно такой же период оккультуривания земли нашими предками, которые оставили нам территорию, равной одной пятой части России, конечно же, в учебниках нет. И вот на всей этой территории была единая культура, единое мировоззрение, и можно даже сказать, этническая религия до появления христианства. Глубинно всё это было связано с особым типом пения. Вы его прекрасно знаете с детства. И этот стиль пения называется «джерятире». И запевные слова у него «джебо» – ну вот, или «кэрбо» – посмотри на меня. И хочу я попросить вам напомнить об этом стиле. Вот сидит здесь у нас ученица Гаврила Колесова, Варвара Абаюкова, продемонстрировать нам этот стиль пения с этими чудесными призвуками, откуда-то сверху падающими, явно неземного происхождения, фальцетными призвуками к лыгах. Гаврила Колесова, 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 обычно это был нежданный гость вот как потому что гость это посланец бога и вот такой гость когда появлялся то его просили дать имя вот ребенку и он задумывался иногда делал вид что он засыпает потом просыпался то есть он уходил в тот мир вот и просыпался и рассказывал какой чудесный сон он видел он видел эсэх вот с этими старцами убеленными сединами вот множество детей внуков правнуков целый эсэх огромного рода и все говорят с почтением если эта девочка называли эту хатун вот таким-то именем но если это был мальчик то конечно называл имя старца и все свои обращения к богам кормя огонь люди пили вот в этом нашем общенациональном стиле вот с этими калагами которые неизвестно откуда падают явно неземного происхождения они действительно неизвестно как появились обряды были разные текст был разный а музыкальная модель до мелодического периода была одна вот это которая давала возможность каждый якут владел вот этим стилем и умел излагать свои просьбы свои доводы и вообще вот эта культура до сих пор сохраненная благодаря только тому что в советское время нам разрешили петь и кормить огонь на эсэхах и вот в нашем аланхо в этом стиле изъясняются боги верхнего мира а и их потомки будущие потомки вот героя спущенного сверху значит с жизненным предназначением породи и охраняй защищай якутов значит они назывались воланхо родственниками а и аймова и даже в конце жизни вот собирались родственники на на последний усех что ли вот старого человека и это был праздник когда вспоминали все вместе и хорошие и какие-то потери вот и конечно же пили ей вот кому-то пели свои благопожелания но и она сама тоже тут тот кто в созывал эсэх и он она они тоже пели свои пожелания остающимся это был как бы своеобразный реквием то есть этот стиль пение был настолько универсален что на основе этого была создана действительно массовая песенная культура нас существовала во всех жанрах просто эти жанры не осознавались мотив-то один и тот же и поэтому значит можно сказать даже что этот совершенный стиль пения даже задерживал вот мелодические появления песен основанных уже на мелодиях это другой стиль пение дагарен эти песни начинались конечно с детских песенок на на молодежных посиделках тоже там шуточные песни возникали и вот все эти песни множились и вот наступил двадцатый век и уже борьба с неграмотностью школы и вот появились люди которые умели в словах вот поэты появились которые могли рассказать в стихах своих о сегодняшнем восторженно сегодняшнем дне о своей любви о своей родине то есть он мог и о своих переживаниях все этим все это выразить в стихотворении и читая их другие счастливцы которые могли сочинять уже мелодии они сочиняли опираясь на это понравившиеся стихотворение создать какие-то песни которые уходили в народ ну дальше уже появляются композиторы и так далее мне поступил заказ на статью для 60-томной серии академической которая начала выходить в новосибирске эта серия называлась памятники фольклора народа в сибири и дальнего востока и каждый том выходил со статьями и филолога и музыковеда это было впервые чтоб музыковеды комментировали вот фольклор типа интонирование сибирских народов и вот мне перепал том к издобелье этот эпос записан в июле 41 года сказителем николай петровичем бурнашовым он диктовал это собирать или фольклора который записал химическим карандашом в трех тетрадях а магнитофона в ту пору не было вот не было и все а все остальные тома они шли уже с магнитофонной записью и там музыковеды могли расшифровать какие-то строчки нотами и что-то там вот и и объяснить доказательно как поется этот памятник а вот мне попалось такое но я согласилась потому что я с детства знала как поют в аланхо и вот приезжали на концерты художественной самодеятельности приезжали аланхосуды я слышала как поют все знали как поют оба и через шамана вот в определенных моментах значит он призывал шаман вот этих своих духов помощников и они входили в него и он от их имени пел да вот их он обретал они тоже оба но во время своего посвящения это не он их обретал и они обязаны были ему помогать являться когда он их звал к себе во время камлани они пели примерно следующим образом я поскольку расшифровывала вот эти песни то я одну очень хорошо запомнила ядрюхинска не как а вот именно какие-то вот эти вот тремоло и вот различные гнусавости все каждая деталь маркировала не наш поет чужой поет из нижнего мира вот а девки абахи они пели совершенно по-другому вот комические персонажи у каждого была своя короткая двухтактовая фактически да одна тактовая мелодия это в течение двух тактов вот стиль дегарен вот стиль мелодий так происходило становление равносложного стиха и вот этих песен которые вот можно было одну мелодию сочинить и вот в пределах этой мелодии и и интонировать и вот девки абахи пели обычно так то есть такие скачки как будто карикатура на асохой третью часть когда люди уже танцуют прыжками и вот конечно же вот где взять чужую музыку вот где взять чужую музыку в то время когда вот все это конечно же может быть у соседей все знали вот как по танцуют наши соседи да не так как якуты обычно вот все путешественники они в своих воспоминаниях оставляли что на эсэхе якуты приходили значит особенно женщины ходили в тяжелых шубах свадебных до пола тут серебро тут тут ну килограммов сколько двенадцать в общем то не попрыгаешь да они ходили только вот эти значит шагом круговые танцы хамынг и только первая часть прыгали наши вот круговые танцы наши соседи и вот где взять чужую музыку вели и мне кажется что вот так возникли вот эти песни комических персонажей вот папа мой исполнял песню сорок баллура вестника это табунщик молодой которого посылают вместо месседжа значит посылают как телеграмму пойди скажи то-то-то-то и он запыхавшись ау ля а танн ау ля а Он рассказывает какие-то новости, захлёб, что-то он там проглатывает. И обычно лошадка его ещё не слушает. Вот я помню, как весь зал покатывался со смеху, сидят коневоды, они знают, какие там команды подавать лошади, как он её требует, чтобы она повернула туда, а она его не слушает, эта лошадка. То есть это был такой юморной персонаж, на которого шли специально смотреть наши люди до войны, после войны и во время, конечно, войны. И вот во время войны этот спектакль очень часто шёл. И я считаю, что наши постановщики ставили этот спектакль для того, чтобы воодушевить зрителя. Вот Галина Михайловна Кривошапка была дирижёром, Феврония Алексеевна Баишева была в хоре, потом Полина Константиновна Разинская играла в оркестре из десяти человек, все партии недостающих инструментов. И вот они каждый вечер побеждали врага в этом спектакле. И вот я считаю, что они тоже этим способствовали поднятию духа человеческого, давали силы душевные своим зрителям. И вот эти три стиля я обозначила, значит, как буквенно. Дже-бо буквой А, так и изъясняются боги верхнего мира Воланхо со своими родственниками на земле. И буквой Б я назвала вот этих богатырей-абагы. Этот стиль подражания кутуру, шаманскому пению. Потому что я говорю подражание, потому что до сих пор никто не рискует петь именно настоящие песни вот этих духов-помощников, которые являются действительно бывшими шаманами, или кто-то очень сильными личностями, которые помогают становиться духами-помощниками шаманов. Никто сейчас не будет трогать вот этих песен. А стиль песен Дегарен, которым изъясняются комические персонажи, я назвала буквой С. А, Б, С. И вот этим наш Аланхо отличается от других эпосов. Потому что все остальные народы тюркские, и буряты тоже, они попали в Чингисхамовскую империю. Мы-то вовремя ушли на север, а вот они остались. И вот они поменяли свою веру этническую. Они поменяли её на ламаизм, на буддизм. И вот об этом же самом писала и Ула Йоханссон в своей книге об орнаментальном искусстве якутов. Орнаменты, которые из раскопок пазырыхских курганов на Алтае, они дошли только до нас в первоначальном виде. Мы являемся последовательными наследниками пазырыхской культуры. А вот рядом живущие все народы, тувинцы, хакасы, алтайцы, они все, поменяв веру на мировую религию буддизм, они изменили орнаменты на буддистские. И наше этническое пение, вернее, своё этническое пение на буддистский тип интонирования – кай-хай. Кто-нибудь умеет из вас, нет, хрипеть? Вот это пение, двойной голос предка. Это и рычание, я не умею, рычание одновременно, и слова человеческие, это двойной голос предка. Это вообще всё восходит к тотемическим временам, вот этот тип интонирования. Я спрашивала у алтайцев, а кто это поёт? Почему вы так поёте? Это голос хозяина Алтая. Ну а кто хозяин Алтая? Медведь же, да? И вот этот удивительный тип, идущий из чтения монахов, читающих священные тибетские книги, дошёл до тюрков Сибири. И вот мне пришлось писать статью о музыке всех Аланхо, вот чтобы рассказать вот о том, как и почему поют в Аланхо. Как поют, я рассказала, а вот почему они поют. Однажды меня оставили прямо в Новосибирске, у нас были прямо такие симпозиумы по каждому тому, да. Я очень долго писала, потому что я выписывала всё, что написано об Аланхо, начиная с 1848 года Миддендорфа. Все эти нотировки и все эти цитаты о персонажах Аланхо, всё это надо было обобщить вот в такой статье, которой нет вот данного, интонирования данного эпоса. Всего я сделала 87 таблиц структурного анализа текста 87 доступных мне Аланхо. То есть я выискивала, когда появляются песни. И вот выискивала их, оказывается, в обрядах. И вот эти листочки с выписанными страницами, и всё я разложила по всему своему номеру. И вдруг выяснилось, вот тут только я выяснила, что поют-то в обрядовой ситуации. Вот они, песни Каихы-то обращённые, вот они, песни во время родов, вот они, песни во время имена лечения и так далее, и так далее, до свадьбы. А свадьба в Аланхо, до биографии героя, вот особенно для дев-богатырок, это вообще с замужеством девы-богатырки теряют свою богатырскую силу и превращаются в очень послушных, очень добрых и хороших жён и матерей. И вот вдруг передо мной возникла вся эта система обрядов, и я написала вот первую твою таблицу, которую на следующий день рассказала, и Николай Алексеевич Алексеев, наш ведущий шамановед, который всю жизнь посвятил вот этой теме, и вот он назвал эту таблицу научным открытием. И ещё открытием вот этой статьи в Кыз-де-Белье было то, что я разобрала вот этот текст этого эпоса на четырёх с половиной страницах, в страницах изложила, я разбила его, потому что очень трудно читать Аланхо, вот сплошняком идёт, я и разбила этот текст на какие-то сцены. Вот девка Абага просит своего отца разрешить поселиться в Средней земле. Отец говорит, нет, у тебя такой характер, ты людей будешь ссориться с ними. Ну она, в общем, дальше идёт, он ей разрешает. Следующий обряд идёт. Она крадёт мальчиков из трёх миров. Она ложится, знает, где беременные, и она ложится под порог, и когда они переступают через него, она втягивает в себя. И вот так случается выкидыш. Видите, как икуты обрели... Как объясняли они выкидыш? Они объясняли это тем, что вот украли ребёнка, вот девки Абага из Нижнего мира. Потому что в Нижнем мире ничто не плодоносит. Там никто не рожает, не женится, там все девки-парни холостые, неженатые. И вот поэтому, значит, считалось, что бездетность – это вот что-то такое вредительское со стороны Нижнего мира. И вот когда я написала эту таблицу, вот прямо две части, вот с этой стороны то, где поют в Аланхо, а с этой стороны, где поют в жизни. И вот эта страница была наброском к моей следующей работе. Там 25 статей было в этой, причём составила таблицы такие. Дальше я уже посвятила тому, чтобы заполнять вот вторую. Тут-то я уже всё знала, где, на какой странице, в каком из 87-й Аланхо вот эти обряды есть. А вот эту часть я уже начала читать этнографическую литературу. Я составила таблицу, вот Кыз де Белье, вот эти 4,5 таблицы прочёл Андрей Исаевич и сказал потом мне, я всё понял, из каких сцен состоит это Аланхо, эту толстую книгу не читал, поставил, золотую маску получил. Это меня так окрылило, что в следующий раз я составила уже по Аланхо Тимофеева-Теплоухова «Страптивый кулун-кулустур». У них тоже были конкурсы. Вот Аланхосутов, и он специально сочинил такой конкурсный Аланхо, с которым он побеждал всегда, потому что он владел таким арсеналом сюжетных мотивов, он их так варьировал, так вообще пользовался ещё и венгийским эпосом, вот какими-то сюжетными мотивами. Например, у него нет дерева Аллукмас. Он дал тут в этом своем Аланхо три варианта рождения героя, три варианта. И вообще, вот как женились каждый из них, потом дети их начали жениться, тоже разные варианты, невероятные совершенно. Вместо дерева Аллукмас у него присутствует такая вот гора, как у Эвенков, она раскрывается, и две женщины, как у Эвенков, появляются и начинают благословлять вот эту невестку первую. Я думаю, что вот наш Николай Петрович Бурнашов из Солдански тоже по-своему выиграл свой конкурс. Знаете, в 41-м году он, слыша о начавшейся ужасной войне, с этими полчищами танков невиданными, этими армадами самолётов, которые бомбят города. Он понял, что надо составить для народа, поддерживающего его, вот такой Алан-Хо, и он создал его. Сначала девка Абаху крадёт из трёх миров мальчиков, и воспитывает их в этом духе, и они начинают захватывать Среднюю землю. И только потом возникает противостоящая сила. До сих пор почти пения джебо нет. Там все поют вот этими стилями Абаха. А вот потом возникает эта сила сплочения людей во главе с давно уже спущенной с неба девой-богатыркой, которая сначала обижена, не отвечает им на их просьбы. Она говорит, меня боги послали к вам, никто из вас не пришёл ко мне, чтобы поздороваться со мной. Ну вот уговаривает, и она понимает всё это, весь ужас захвата Средней земли. И начинается вот это противодействие. Что оно напоминает вам? Ну-ка, это же композиция с седьмой симфонии Шостаковича! То есть он, вот это та же тема, и он в другом жанре, другими средствами вот так вдохновлял людей на ту победу, 75-летие которой мы в этом году отмечаем. Я, в принципе, завершила сегодняшнюю тему, фактически только ввела вас в эту тему сюжеты Алан-Хо в этнографическом контексте. Какие вопросы, может, будут? А сюжеты тюркских эпосов похожи на наши? Все тюркские народы Сибири, они пережили государственный период очень давно. Там были тюркские каганаты, через них ходил туда-сюда, значит, Чингисхан. И поэтому, значит, изменилась религия у них. Их эпосы тоже стали другими, потому что жизнь меняется, и эпос меняется. Обряды теперь совсем другие, буддистские, можно сказать. И вот у них трансформируется сам враг. Это уже не хтонический враг Абхага из нижнего мира, а конкретный вот враг, вот Харахан. Человек со своим ханстом, который приходит, порабощает народ героя, его прячут в горах под котлом. И вот, значит, уводят их, а потом он растет, и когда встает, очень быстро растет, кстати, очень интересный мотив чудесного роста. Дальше все меняется, и когда он идет воевать на врага, он попадает в плен и попадает в глубокую яму, колодец, ну, как бы в нижний мир, и вот он на дудочке играет, и приходит дочь хана, вот того, той страны, значит, да, вражеского, и она потом влюбляется в него через песни, вот что песня делает, оказывается, с девушками. И вот она спускает свои косы, там, сколько метровые, да, и он выбирается и женится на ней. Вот у нас никогда не женятся на девках Абаха, да, а вот он уже все другое. Вы упомянули про мотивы чудесного роста. Как вы сами можете объяснить такое высказывание, вот растет не по годам, а по часам? Я тоже думала над этим. Ну, даже и неожиданно пришла к открытию следующему. Три мира, верхний, средний, нижний. И вот в шаманском языке вот про соотношение времени в среднем и нижнем мире у Худякова Ивана Санча в книге «Краткий очерк» Верхоянского округа шаман говорит обычно, он же умрет через 10 лет. И все понимают, тут же сноска есть, да, все понимают, что он говорит, что через 10 дней он умрет, да, этот человек. В другом месте тоже есть что-то про лягушек Мертвого моря Нижнего мира, там тоже соотношение. Ихний год равен нашему дню в среднем мире. И вот я долго думала над этим. И вот представьте карту перед собой. Вот Япония, там сходит солнце. Идёт, 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 и на запад туда, ну, плоская же земля, да, для носителей эпоса, она в нижний мир попадает. И потом возвращается снова на востоке. То есть там время течёт в другую сторону. Вот у нас она движется по часовой, то есть нам именно солнце подсказывает часовую стрелку, а в том мире солнце движется в обратную сторону. То есть их год равен нашему дню. То есть поэтому там ничто не плодоносит, там никто не рожает, потому что невозможно развиваться чему-то по тому времени. И вот поэтому это вот такое соотношение, да, и поэтому там ничто не плодоносит, все холостые, неженатые, поэтому стараются выйти замуж за парней среднего мира, там соблазняют его, или вот парни крадут девушек в надежде на то, что там она может быть родительной. Теперь давайте подумаем о соотношении среднего мира, времени в среднем мире и в верхнем. Вот наши охотники, да и вы все, лёжа в августе на наконец-то вернувшееся звёздное небо после белых ночей, смотрите и видите, зодиак-то очень медленно движется, вот охотники-то, они во все времена, значит, сидят в лесу и караудят там и смотрят в небо, и зодиак очень медленно движется по сравнению, значит, с временем среднего мира. Ещё вспомним, давайте, вот такие всякие легенды о том, как человек ушёл в горы, там попал в какой-то мир, да, жил там спокойно, благоденствовал и потом вернулся. И оказалось, что он был там не месяц и не неделю, он там прожил несколько веков и уже тут прошли на земле, вот, и умерли не только родители его дети, но и правнуки, да, вот, то есть вот Рип Ван Винкль, он в западной сказочной литературе, ну и у нас тоже, да, это есть, и вот это соотношение, что каждый день его там был годом, вот, понимаете, такое соотношение, то есть их год равен чему? 365 лет наших, вот так представляли вечных небожителей в верхнем мире, да, а наш герой эпоса, он сверху спускается, да, спускается сверху, и здесь в нём соединяется не только пространство, но он живёт по двум временам, за один день верхнего мира он вырастает на земной год, и вот фактически получается, что этот универсальный мотив тоже свидетельствует о том, что были вот такие представления о соотношении времён в трёх мирах везде, у всех народов, у тех, у кого в сказках герой вырастает за день на год. О сюжете оперы Нюргон Боттер стремительный, да? Да. Вы, наверное, вы помните его первую постановку, сейчас вот у нас в театре тоже эта опера идёт по мотивам Олан-Хо, он видоизменился, вообще его изменили, или он как задумывался, как он поставился, он и сейчас идёт? Вот первые постановки, там пели люди, которые не знали нотной грамоты, и Полина Константиновна в них вбивала тональность, она занималась с ними до тех пор, пока они не запоминали свою тональность и не вступали в согласие с оркестром, вот об этом писал Гаврил Гаврил Школесов, он исполнял Иоанна Лана, и поэтому до тех пор, пока он не выучил эту тональность, его фактически невозможно было, и так она занималась со всеми, и вот тогда была проблема, к лыгах есть, грамоты нет, теперь грамоту знают певцы, которые окончили консерваторию, к лыгаха нет, вот этого этнического звукоидеала, это того, что маркирует вообще вот наш этнос, вот этого нет в помине, они поют вот до-ре-до-ре, да, вот что это без этих к лыгахов, но в училище музыкальном, вот наш Гаврил Гаврилович Школесов, он предвидел эту проблему и организовал в училище вот кафедру фольклора, где, к сожалению, я вот недавно обнаружила, учат тоже по нотам, вот, ну, интонировать, конечно, надо, но вот уже того первозданного импровизационного стиля, когда он свободно владеет и стилем сунтарским, заречным стилем к лыгаха, как Колесов, у нас есть эти потрясающие пластинки, это его завет, он, наверное, давал клятву, когда арестовали Айунского и запретили все к его книге, видимо, тогда он дал себе такое обещание выучить этот Алан-Хо и исполнять его для своего народа, и когда в 1953 году сняли обвинение все с Платона Алексеевича Айунского и вернулись его произведения в культуру нашу, то, конечно же, опера Нюргунбатор, она уже была под чужой фамилией, да, вот они, значит, и Красный Айун, вот его поэма была тоже превращена в драму чужим под чужой фамилией. Это обстоятельство, конечно же, предвидел и Марк Николаевич Жирков. Я была составителем вот огромного тома его документов, вот всех его записок, и он предвидел о том, что вот следующую оперу уже как Алан-Хо не напишешь, потому что некому петь будет в будущем, он уже увидел эту проблему. То есть это очень большую проблему вы затронули, это проблема нашей оперы первой. Но она будет, конечно, исполняться, будет, если вот они тоже пойдут навстречу, может быть, они освоят вот это пение с калыгахом. Там только вот нужно двум-трем человекам, а остальные-то вот авага все, они поют без калыгаха, так что они могут действительно, и хор тоже. То есть все зависит от воли постановщиков. Я благодарю вас за такую внимательность, за вопросы, которые вы задавали, и желаю, конечно же, вам всяческих успехов в вашей жизни, в работе, в учебе, и чтобы вы не забывали при этом и свою национальную культуру. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ